МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более двухсот лет назад они сумели добиться свободы от своего колонизатора, Франции, но распорядиться своей судьбой не смогли. В начале 20 века после череды военных переворотов к власти в стране пришел Франсуа Дювалье. В народе его звали Папа Док. Он был доктором, который спас их от Тифа. Но этот гуманист на поверку оказался садистом мистического толка. Он проводил ритуалы в Вуду, а своим опричникам Антон Макутам говорил, что их задача – не раздумывая нажимать на курок. Дювалье сделал себя пожизненным президентом и передал власть своему сыну Бэби До. В отличие от отца и сына Дювалье, Рауль Седра был мулатом, представителем гаитянского меньшинства. Он тоже создал собственную карманную армию, которая держала в страхе всю страну. И пока его головорезы мучили и пытали своих жертв, Седра воровал по-крупному, опустошив бюджет самой нищей в Америке страны. Под давлением США он отказался от своего поста в обмен на миллион долларов. Диктаторы Гаити – Франсуа Дювалье и Рауль Седра – в программе «Последний день диктатора». Его не судили, не казнили, на него не совершали покушений. Говорят, потому что он имел магические способности. Он очень боялся смерти, что его убьют оппозиционеры. Как бы то ни было, магия и заклинания не помогли Франсуа Дювалье излечиться. Гаитянский диктатор умер от болезни, которая донимала его всю жизнь – сахарного диабета. Случилось это 21 апреля 1971 года. Дювалье умер в своей постели, наставив бедную страну в наследство своему сыну. Гаити – райский остров, но только для приезжих. Местные живут здесь как в аду. Да и вообще это сложно назвать жизнью, скорее проклятием. На острове Гаити расположены две страны – Доминиканская Республика и, собственно, Гаити. Но если Доминикана динамично развивается, то Гаити – это государство, население которого 200 лет назад жило лучше, чем сегодня. На площади 77 тысяч квадратных километров проживает около 20 миллионов человек. До ручки в страну во многом довел именно Франсуа Дювалье. Я думаю, что его режим – все дело в деньгах. Было бы неправильно назвать этот режим как-то по-научному. Это была всеобщая клептократия. Это была мафия, правившая страной. По разным подсчетам, уровень безработицы в стране составляет сейчас 60%. Грамотности – 55. 80% населения живет за чертой бедности. Почти 9% жителей болеют с ПИДом. На 10 тысяч человек приходится только 10 больничных коек и 3 врача. Впрочем, к медработникам здесь никто не обращается. Гаитяне больше доверяют магам и колдунам Вуду. А еще они верят в существование зомби и потустороннюю жизнь. На Гаити всегда это идет нераздельно. Вот такая религия и власть. Большинство гаитян и по сей день верят, чтобы стать президентом, в первую очередь нужно заключить какой-то контракт с дьяволом или с темными силами Вуду. Дювалье умело заигрывал с суеверными избирателями. Он, например, превратил святилища Вуду в свои предвыборные штабы. Одним из наиболее опасных духов этой религии считается так называемый барон Суббота. По преданию он провожал покойников в царство мертвых, но мог превратить мертвеца и в зомби. Гаитяне были убеждены, что барон носит черный фраг, цилиндр и очки. Именно так и одевался дювалье во время своего правления. Он купил доверие простых людей еще и тем, что лечил у деревенских жителей болезни, которые им казались неизлечимыми. Люди не могли поверить, что это было просто лекарство. Они верили, что попадок обладает особой силой. Было это в 1956 году. Тогда врач по образованию дювалье спас остров от эпидемии Тифа. В благодарность гаитяне избрали его президентом страны на выборах 1957 года. Папа-дог приходил и говорил, я вас вылечу, изменив все, помогу с помощью пенициллина. Он делал это. И вначале дювалье казался народу хорошим правителем. Будущий диктатор родился в семье учителя и журналиста, а сам избрал профессию врача. Молодой Франсуа работал в глухой деревне и зачитывался государственными трактатами Макеавелли. Он был очень тихим, он был мягок. Когда он объявил, что он кандидат в президенты, его первоначальные намерения были весьма благородны. Пока не произошел один случай. Дювалье страдал диабетом. 24 мая 1959 года он впал в кому и провел в ней около 9 часов. Диктатора спасли, но поговаривают, что проснулся он другим человеком. Он пробыл в коме довольно долго. И есть некоторые свидетельства того, что это могло вызвать какое-то повреждение мозга или какие-то изменения в его поведении. Историки говорят, что он попросту стал параноиком, помешанным на власти. Добрый врач превратился в озверевшего деспота. Дювалье решил отменить конституцию, которая не позволяла ему быть президентом больше одного срока. Он присвоил государственную казну, утопил в крови оппозицию. Он быстро стал диктатором. Он понял, что единственный способ показать власть на Гаити – это быть абсолютно безжалостным. Он принес в жертву не только мою семью, но и семью моей жены. Любого, кто был близок мне. Они были арестованы или убиты. Если вы поговорите с психологами, они классифицируют. Они называют его психопатом. Был ли он сумасшедшим? Нет. Но был ли он злым? Да. Дювалье организовал на острове добровольческую милицию национальной безопасности. В ее ряды набирали заключенных. Они назывались Тантон Макуты. Первая группа Тантона Макутов была привезена из национальной тюрьмы. Там были убийцы. Они отбывали срок. Они были завербованы. Им дали оружие и сказали делать все, что прикажут. Это были преданные опричники Дювалье, которые без суда и следствия расправлялись со всеми непокорными. Считалось, что Тантон Макутов невозможно подкупить или убить, потому что они были не людьми, а личными зомби президента Гаити. Со временем эти солдатики превзошли по численности регулярную армию. Но на содержание дружины нужны были деньги, оружие. Где взять? Папа Док решил попросить у страны, которую ненавидел – США. Тогда Дювалье сыграл на опасениях американцев по поводу Кубы. Там только недавно произошла революция. И иметь соседние Гаити в союзниках было выгодно для штатов. В 1961-м на выборах, которые он назначил, в бюллетенях была только одна фамилия. Западные газеты писали, что такого уровня фальсификации в Латинской Америке еще не видели. А Папа Док, опьяненный успехом, вел политику террора. Тысячи жертв безымянны до сих пор. Людей мучили до смерти, расстреливали, убивали. Например, за то, что они не хотели отдать свою дочь на местный рынок на продажу. Вся международная помощь оседала в карманах чиновников-приспешников Дювалье. Когда американцам это надоело, они урезали финансирование. И стали думать, как вернуть в страну демократию. В это время в самих штатах был убит президент Кеннеди. В этот турбулентный для всего мира период Папа Док окончательно съехал с катушек. Дошло даже до того, что в католических храмах Гаити читали молитвы, обращаясь не к Богу, а к Франсуа Дювалье. А между тем ситуация в стране становилась катастрофической. Гаитяне умирали от голода и продавали в рабство детей в надежде на то, что хозяева будут их кормить. Однако проблемами своего народа Дювалье почти не занимался. Более того, он заставил людей массово сдавать кровь, которую продавал в США. Некоторые пытались восстать против режима, но это были единицы. Власти партизанское движение пресекали, точнее уничтожали. Как-то тело одного из убитых партизан Дювалье приказал посадить в кресло в аэропорту. Запугивал людей, несогласных казнил. Этот день объявили государственным выходным. Дювалье сказал всем, школьникам, учителям, что они должны прийти и посмотреть на казнь. Вот так мы будем поступать с врагами Гаити. Казнь несколько дней транслировали потом по телевидению. Дювалье объявил себя главным колдуном Вуду и вождем мертвых. В стране были уничтожены последние ростки демократии и цивилизации. Кровавый доктор полагался на хитрость и грубую силу. Дювалье обложил всех бизнесменов, как местных, так и иностранных, драконовскими налогами, которые саркастически называл пожертвованиями фонд мира и процветания острова. Конечно, все эти злодеяния замалчивались. Людям показывали, как отец нации раздает деньги простым гражданам. Так он доказывал себе, что его любят люди. А бедняки шли на унижение, подбирая мелочь, которую он выбрасывал из авто. Папа Дог часто разговаривал с телами убитых врагов или просил принести их головы. Его главной целью, полагают эксперты, было напугать народ странным поведением. Но не исключено, что Дювалье сошел с ума и таки возомнил себя сверхчеловеком. Со временем здоровье тирана серьезно пошатнулось. Он врач понимал, что ему оставалось недолго. Тогда диктатор решил оставить след в истории, построить город имени себя. Не достроил. Зато успел изменить конституцию и назначил своего сына следующим пожизненным президентом. 21 апреля 1971 года Франсуа Дювалье мирно умер в своей постели. Сын, бэби-дог, продолжил кровавый режим отца. Бэби-дог провел во власти 15 лет. Но он не был таким харизматичным, как отец. В конце концов, его свергли. Дювалье-младший спасся бегством. Через много лет он вернулся на Гаити и умер в ожидании суда за свои преступления. Почти 30-летнее правление папы-дога и бэби-дога привело к тому, что Гаити надолго стало одной из беднейших и отсталых стран мира. Здесь нет промышленности. На экспорт идут только сельскохозяйственные товары. Кофе, какао, тростниковый сахар, табак, бананы, ром. А еще гаитяне невероятно азартны. Страна занимает первое место в мире по количеству лотерей. Безграмотные островитяне мечтают быстро разбогатеть, чтобы убежать с острова. В октябре 1994 года к берегам Гаити подошел международный контингент ООН. Два эсминца США, на борту которых было 25 тысяч военных. Но исход операции под названием «Поддержать демократию» оставался неясен. Вопреки мощному давлению извне, военный диктатор Гаити Жозеф Рауль Седра отказывался сложить полномочия и вернуть власть законно избранному президенту Жану Бертрану Аристиду. Напряжение нарастало. На пристани столицы Гаити, Порто-Пренсе, собрались толпы гаитян. И военный конфликт мог окончиться тысячами жертв среди мирного населения. В попытке переговоров Седра из США на Гаити вылетел бывший президент Америки Джимми Картер. Наконец Седра дал слабину. Американцы предложили ему так называемый «золотой парашют» – миллион долларов. При условии, что он немедленно покинет страну. Не такие уж большие деньги, как для диктатора. Но он продался. 13 октября 1994 года военные США конвоировали Седра в аэропорт и выгнали из страны. Приютила изгнанника Панама, которая, по меткому выражению репортеров, стала мусоркой для диктаторов. В свое время от народного гнева здесь скрывались генерал Хуан Перрон, диктатор Аргентины и шах Мохаммед Резапех Леви из Ирана. Осужденный на Гаити на пожизненное заключение Седра так никогда и не вернулся на родину. Срок не отбывал, но и зла своему народу больше не делал. В Панаме гаитянский диктатор медленно превращался в политический труп. История Гаити, обласканного солнцем тропического острова, увы, пишется в черных и кровавых тонах. Со времен открытия Колумбом Америки Гаити оставалась страной рабов с самыми адскими условиями существования. Двести лет назад страна добилась свободы от колонизаторов, но независимость не принесла острову процветания. И гаитяне так и остались самым бедным из всех народов Северной и Южной Америки. В 20 веке репрессивный и коррумпированный режим ввел в стране этнический гаитянин и диктатор-параноик Франсуа Дювалье, известный как Папа Док. За десятилетия правления Папа Док и его сын Жан-Клод Дювалье по прозвищу Бэби Док привели народ Гаити к еще более отчаянной нищете. 8 из 10 гаитян жили за чертой бедности. Диктаторы отец и сын Дювалье полностью подавили оппозицию и уничтожали всех, кто посмел бросить вызов их власти. Но к началу 80-х годов прошлого века в Гаити выросло новое поколение. Они слушали проповеди радикальных священников, которые говорили об освобождении. Самым ярким из них был Жан-Бертран Аристит. Конституции нельзя пренебрегать. Конституции нельзя пренебрегать. Это средство для того, чтобы мы смогли свободно дышать. В декабре 1990 года в Гаити наконец прошли первые в истории страны демократические выборы. Жан-Бертран Аристит финишировал с оглушительным успехом. За него отдали голоса 67% гаитян. Они неистово ликовали. Их новый президент был выходцем из бедняков и сам стал голосом бедноты. Народ медленно, но верно движется от нищеты к достоинству. К бедности с достоинством. Талантливый народный вождь Аристит был новичком в политической игре и опрометчиво не опирался на военную власть. Он эмоционально призывал перераспределить богатство и линчевать тех, кто убивал бедняков. Подобный опыт в стране уже был. Когда-то гаитяне линчевали своих бывших хозяев французов. Увлекшись идеей справедливого возмездия, Аристит не замечал, что настраивает против себя военную элиту. И число его врагов растет. Руководить армией Гаити Жан-Бертран Аристит доверил генерал-лейтенанту Раулю Сидра. Тут парадокс в том, что именно Аристит назначил Рауля Сидра главнокомандующим вооруженными силами Гаити. И через 7 месяцев, получается, Сидра принял военный переворот против Аристита, прогословил его богатить. В прошлом Сидра был кадровым офицером тайной полиции, членом правительства диктатора Дювалье Сына. А это большой опыт грязных дел. Арест законного президента Аристида стал лишь очередным из них. Из резиденции мы пошли во дворец Нэшенал. И там на нас напали люди генерала Сидра. Меня отвезли в штаб, где оказался этот генерал. А уже через несколько часов меня отвезли в аэропорт, чтобы перевезти венесуэльским самолетом в Каракас. К власти пришла военная хунта во главе с Раулем Сидра. После свержения всенародно избранного президента Гаити, они вернули в страну в состояние непрерывного террора. Новым орудием насилия стало военизированное формирование ФРАПХ, Вооруженный революционный фронт за прогресс Гаити. Когда-то от Антона Макута они держали в страхе население, намеренно афишируя массовые изнасилования и убийства. Эти отряды смерти дошли до того, что скальпировали лица своих жертв и демонстрировали эти страшные трофеи напуганному населению. Сидра поощрял эти зверства, он финансировал головорезов и вооружал их. Сидра с юности нацелился на военную карьеру. Он родился в 1949 году в семье богатых купцов-мулатов из южного города Жереми. Его отец был ярым сторонником диктатора Франсуа Джувалье. Жозеф Фавруль Сидра был мулатом. Но стоит отметить, что мулаты в Гаити на протяжении последних 200 лет были, скажем так, привилегированным техническим сословием в стране. Сидра в числе первых курсантов поступил в открытую сыном диктатора военную академию и в 41 год дослужился до генерал-лейтенанта и главы вооруженных сил. Лидеров оппозиции он безжалостно уничтожал. В частности, по его приказу был убит самый видный союзник Аристида, демократичный политик Антуан Измери. В столице Гаити, Порто-Пренсе, на безглавленные тела людей, головорезы Сидра оставляли лежать среди улиц, как предупреждение потенциальным бунтовщикам. Ну, прежде всего, репрессиям подвлекались кислые населения. Это, прежде всего, была интеллигенция. Те, кто подвлекает интеллигенцию. Значит, демократически избранные главы, мэри городов, главы райадминистрации, сельских комитетов. То есть демократически избранные представители власти, которые были избраны при аресте. И, в общем-то, различные демократические крестьянские организации. Вот они подвлекаются репрессиям, арестам. Глава Белого дома Джордж Буш, а затем и его преемник Билл Клинтон, ввели санкции против хунты Сидра и наложили на торговлю с Гаити эмбарго. И хотя оно не было тотальным, беднейшие массы начинали голодать. Толпы беженцев пытались вплавь добраться до берегов Америки, где нашел приют их законный президент Арестит. Нелегальная эмиграция в США стала катастрофической. Она превысила 40 тысяч человек. В 1993 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выдал санкцию на вооруженное вторжение на Гаити. Целью операции под названием «Поддержать демократию» было восстановление в правах законного президента страны. Представитель американского посольства Стэнли Ширер заявил. «Американские и международные войска скоро будут на Гаити. Они будут здесь до и после отъезда генерала Сидра. Как бы ни обернулась ситуация, они будут здесь». В сентябре 1994 года градус взаимного неприятия между Вашингтоном и диктатором Гаити-Сидра достиг крайней точки. Сидра отказывался сдать власть без боя. И президент Клинтон поставил на якорь у берегов Гаити американские канонерские суда со спецназом на борту. «Администрация Клинтона, конечно, она была вольна правлением такого самозванного диктатора Рауля Сидра. И они предпочитали поддерживать возвращение в власть законно избранного президента Жанна Бретрана Аристида. То есть, поскольку Соединенные Штаты Америки алисотворяли демократию во всем мире, поэтому они и поддерживали законно избранного президента». Операция по вторжению была назначена на 19 сентября. За два дня до этого на Гаити вылетела делегация под управлением бывшего президента США Джимми Картера. Их целью были мирные переговоры с Сидра. Переговорщики гарантировали амнистию лидерам переворота, однако требовали распустить гаитянскую армию. «У Сидра, он хотел остаться в Гаити и, в общем-то, оставаться в политике, но американцы, конечно, на него давили, и, ну, в итоге предложили какую-то, ну, как для меня, ну, как, я не знаю, на мой взгляд, смешную сумму в один миллион долларов, да, чтобы он покинул Гаити и переехал в Панаму. Миллион долларов – это вообще ни о чем. Вот как-то странно, честно говоря. Он согласился в итоге, но, может, у него уже не был выбор». Диктатор капитулировал. Кровопролитие удалось избежать. 13 октября Сидра с семьей и ближайшими приспешниками были изгнаны в Панаму. А еще спустя два дня законный президент Жан-Бертран Аристид вернулся на Гаити. Он действительно объявил амнистию всем участникам переворота и провел ряд экономических реформ. Не кардинальных и потому недостаточных. «Если бы мы решили и иметь армию в 7 тысяч солдат, которая контролировала бы 40% национального бюджета, мы бы снова вернулись к страданиям, вместо того, чтобы попытаться перейти от этого страдания к достойной бедности». «К сожалению, на данный момент это самая бедная, беднейшая страна латинская, беднейшая страна вообще в Америке. «Если бы Россия, но Южная Америка всю целиком, то Гаити среди всех стран, это беднейшая страна в Америке. И одна из беднейших стран в мире вообще». Гаити так и остается островом бедняков. Однако военной диктатуры со времен Рауля Сидра здесь больше не было. В Панаме свергнутый и погруженный в вынужденную бездеятельность диктатор принялся писать мемуары, ценность которых сомнительна. Недаром ведь говорят – врет как мемуарист. Он редко выходил из дома, избегал вездесущих папарацци, и у него не было охраны. Казалось, тиран потерял все, даже своих врагов. Открытого суда и наказания, которые дали бы выход боли и гневу его жертв, так и не состоялось. Но, как сказал известный американский политолог Брайан Клаас, уговорить деспотов отправиться в тихое изгнание иногда бывает лучшим вариантом. Израненные страны без них заново начинают демократичную жизнь.